Привет, друзья! С вами Юрий Дмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о новом законопроекте. Сегодня, 7 апреля 2020 года, правительство Российской Федерации внесло законопроект в Госдуму. Дальше будем его отслеживать, следить за изменениями. Первое, самое главное, это предполагается исключить пункт Г, части 1 статьи 13, который касается представления отказа от гражданства иностранного при получении российского паспорта. Также данный законопроект вносит изменения в часть 2 статьи 14 закона о гражданстве Российской Федерации, который касается упрощенного получения паспорта России. Он касается того, что вносятся дополнительные пункты, пункт Л в эту статью 14, который будет касаться именно граждан Республики Белоруссии, Республики Казахстана, Республики Молдовы и Украины, конкретно для этих граждан. Что касается, какие же изменения? Иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, то есть у тех, у которых есть вид на жительство на сегодняшний день, вправе обратиться с заявлением о приеме гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, которые предусмотрены в статье 13, то есть пункт А и пункт В. Пункт А касается срока проживания, то есть пятилетнего срока, он исключается. И пункт В заключается в том, что нужно подтвердить доходы при подаче заявления. Таким образом, вносятся изменения в качестве дополнительного пункта, пункта Л, вот этот в статье 14 закона о гражданстве, можете его посмотреть, сейчас этого пункта там нет. Законодатель предполагает внести этот пункт и туда включить иностранных граждан, которые являются гражданами Украины, Молдовы, Казахстана и Белоруссии. Они смогут обратиться с заявлением о приеме гражданства в упрощенном порядке, если у них есть вид на жительство, без проживания на территории Российской Федерации 5 лет и без подтверждения источника доходов. Это тоже очень важное изменение для таких крупных, скажем так, стран, иностранных граждан, то есть те, которые активно сейчас подают на гражданство России. Поэтому будем надеяться, что этот пункт останется. Напомню, что дальше он должен пройти комитет, обсуждение в комитете Госдумы и потом выйти на рассмотрение уже на заседаниях Государственной Думы. Будем надеяться, что этот карантин быстрее пройдет, да, и начнутся уже стабильные рассмотрения законопроектов в Госдуме. И напомню, что данный закон, естественно, должен пройти чтение Совета Федерации и подпись президента. Поэтому будем отслеживать его и подписывайтесь на канал. Вот такие изменения ждут граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы, которые заключаются в том, что если у вас есть вид на жительство, соответственно, вы имеете право сразу подать на гражданство без подтверждения источников дохода. Всего доброго вам, успехов! Продолжение следует...